Попав на Каннский фестиваль, я не узнала Квентина Тарантино. Надо прям садиться, наливать и рассказывать. Если вы не готовы пропиччить содержание своего фильма в одной фразе, вы не готовы его снимать. Всем привет, с вами Backstage. У нас Стеша, Настя, Лена и в гостях продюсер Екатерина Филиппова. Здравствуйте. Были ли какие-то самые смешные, нелепые ситуации в профессии, в карьере? Попав на Каннский фестиваль, я не узнала Квентина Тарантино. Но это реально так все и было. Когда ты попадаешь в большую обойму, и ты участвуешь либо в «Certain regard», это особый взгляд, либо в главной конкурсной программе, это дает тебе массу привилегий с точки зрения интеграции в сам механизм фестиваля. И в том числе тебе дают такую карточку, которая называется «Café de Palmy». По правилам любого фестиваля, в том числе и Кана, есть такое понятие, как техчек, саундчек, видеочек и так далее. И ты накануне показа должен прийти в зал, послушать, посмотреть и подписать бумагу, что у тебя нет претензий. Первый показ начинается в 8.45 или там в 8.15 даже утра в Кане. Поэтому нас туда зовут, типа, я оказываюсь на Круазет в 6.45. Вот в таком совершенно состоянии, значит, это все, ты выходишь, деваться тебе некуда, потому что все закрыто, ничего не работает, ты полусонный, отель далеко, какая-то совершенно непонятка. И тут бинго, я вспоминаю, что у меня есть эта карточка, я смотрю «Café de Palmy», я иду туда, сажусь, значит, мне приносят какой-то кофе, вот я сижу в таком состоянии. Вдруг я смотрю, что где-то в углу копошится, значит, существо в кепке, ну, такой бомжеватого виду, но судя по тому, что он уже в этом кафе, думаю, ну, нормальный как бы чувак, наверное, какой-то там. Так же, как и вы, 6.45. Я подумала, что это кто-то, да, либо такой же, либо вот это вот. Ну и все. А у него, видимо, был отходняк, ну, собственно, как у меня. И, значит, мы такие сидели, сидели какое-то время, значит, кафеок там что-то. Вот это ему, видимо, хочется. И он, говорю, ну, а ты что здесь? Я говорю, да вот у меня фильм тут. Он такой, ой, вообще, кууу. Расставались мы практически друзьями, ловызались. Давай, давай, гублак, вообще все дела туда-сюда. И я уже ухожу, а там такая управительница у этого кафе, она как раз в этот момент уже пришла на работу, и первая, у кого она видит, Тарантино, которую он прекрасно знает, да, и меня, которую она видит первый раз, но она видит, что мы уже с ним там практически друзья, и целуемся в засос. И я уже ухожу, она мне говорит, и как ты с Квентином? И тут я понимаю, повторюсь, я говорю по-французски, поэтому она это все слышала, когда я это заказывала, и она ко мне по-французски. И тут до меня доходит Квентин. Я думаю, идиотка. Но красиво получилось. У вас выходят сказки Гоффмана. Можете рассказать поподробнее про проект? Ну, это драмеди по жанру. Ну, это такая, в общем, поучительная, местами веселая, местами грустная история, абсолютно архетипичная, про историю девушки, которая не уверена в себе и, соответственно, во всем, что с ней происходит, которая, в общем-то, живет с каким-то странным типом. Это абсолютно личная история Тины Баркалая, режиссера, из которой родился вот этот сценарий, который во многом уже отличается от, собственно, той исповедальной истории, которая была как бы в синопсисе, в заявке и так далее. Ну вот. Это, в общем, эта история во многом списана с ее жизни, с ее личного опыта, не буквально, повторяю. То есть Виталика в ее жизни не было. Но, как мы все понимаем, и как вы же сейчас говорили на пресс-конференции, у каждой из нас есть свой Виталик в жизни, хотя бы один, да? Мы обязательно должны посмотреть и узнать, кто такой Виталик. Нет, девочки, Виталик — это топ. Виталик — это собирательный образ российского мужчины. Простите меня, мальчики. Простите, Виталики. Да, Виталик — это все. То есть Виталий — это вот такое, как бы... Ну что, демографически мы живем в стране, где на одну женщину, находящуюся в репродуктивном возрасте, статистически приходится, по-моему, четыре с половиной мужика, приблизительно совпадающие с ней по тактико-техническим характеристикам. Он не алкоголик, он имеет работу, ну, бла-бла-бла, да? И он не болен чем-то там, ну, четыре с половиной. В Испании все то же самое, но с точностью наоборот. То есть у них мужиков там, ну, в три-четыре раза больше, чем женщин. Поэтому, в принципе, у наших, у них нет шанса... И нашим мужикам, конечно, не дали шанса развиваться и стараться, потому что им, в принципе, ничего не надо делать для того, чтобы получить все. Поэтому Виталик. Виталика играет Макс Стоянов. Вы помните, наверное, «Give me liberty». Да, да, да. Вот он в целом не классный. А он был доволен вообще подобной ролью Виталика? Да. Ну, это классная роль, она у него классно получилась, он получил за нее даже приз. Фильм «Сказки Гоффмана» получил специальный приз канала «Россия», что было для нас крайне здорово и просто классно, потому что это означает огромную поддержку в прокате. То есть это реальная поддержка? Да. Развитие стримингов тоже помогает авторскому кино, потому что больше возможностей получения денег, получения проката, получения известности благодаря интернету и таким платформам. Если мы говорим о моменте, когда кино уже сделано и состоялось, безусловно, это способ довести авторское кино еще, возможно, неизвестного режиссера или даже известного режиссера. То есть какой-то смысловой фильм до широкой зрительской аудитории, потому что стриминги, мы понимаем, что это вот так. Но если мы говорим о моменте сопродюсирования, сосоздания фильмов, то они не очень охотно идут на поддержку авторских фильмов. А почему они меньше идут на сопродюсирование? Я говорю об участии платформ в производстве и софинансировании полных метров. То есть непосредственно до того, как это показывают, ну, конечно, они не хотят рисковать. Говорят, смотри, вот, нравится? А вот так вот нравится? Ну, вот, типа, вы снимите, приходите, а там мы посмотрим. И, допустим, со сказками «Гофмана» у нас тоже была достаточно нетривиальная история, потому что я обошла все платформы с этой историей, и никто, собственно, не рискнул. Многие даже сказали, что мы вообще не понимаем, что с этим делать дальше. Причем это было на разных этапах создания фильма. Но в момент, когда мы получили поддержку от канала «Россия», получив этот приз, и получили отличную прессу после фестиваля, короче, после этого у нас появился НМГ-прокатчик. И все. И, собственно, телефон не умолкал. И в определенном смысле появился интерес, и мы достаточно прилично пристроили проект. Мы посмотрели, что у вас такие довольно... Ну, картины, которые вы продюсируете, относятся больше к такой категории, наверное, авторского кино, больше, чем кассового. Вот очень интересно, каким образом вы получаете такой крутой каст. Ну, то есть там Цыганов, Гуськов. Почему они хотят согласиться, на самом деле? Слушайте, ну, тут несколько, тут совокупность причин. Это, прежде всего, материал, потому что артист читает сценарий, он читает свою роль, он понимает, что это, да? Ну, и как-то все, что связано с проектом, какой-то бэкграунд доверия, который уже существует, благодаря тому, что с каким-то из артистов мы уже работали, и это было результативно. Хороший текст, хорошая история, хорошая компания. Что еще нужно для того, чтобы пригласить хорошего артиста? Гонорар у них насколько сравним, допустим, с картиной какого-то кассо-проката? Раз от разу все это бывает по-разному. Иной раз артист может согласиться, вообще стать сопродюсером фильма и сниматься, и фактически его гонорар будет вкладом в картину. В основном такое происходит на Западе, жестоко загнивающем, как мы понимаем. и Морис Уизерспун, Мэк Райан, все они по-разному снялись, спродюсировали именно благодаря тому, что они снялись, потому что, как вы понимаете, там участие мегазвезды, оно определяет судьбу фильма процентов, наверное, на 70. Давайте вернемся немного обратно к бэкграунду продюсера. Как вообще вы вошли в индустрию кино? То есть вы закончили дежурфак? Я закончила Морис Тереза изначально, а потом я что-то маяла, смаяла, смаялася, мне было очень скучно переводить, ну, потому что это, ну, как бы, ну, это реально скучно. А потом, а потом я пошла работать на радио. Это на русское радио, да, мы там что-то делали про моду. Но поскольку, и это уже перекликается со сказками Гофмана, меня тоже жестко воспитывали, но у меня в частности от папы было в голове укорененное понимание, что если ты чем-то профессионально занимаешься, у тебя обязательно должно быть образование на эту тему. Вот. И поскольку я тогда занималась журналистикой, я пошла на второе, высшее, на журфак. Ну, и там что-то я потусила эти необходимые пару лет и поработала еще где-то, потом я работала в газете, туда-сюда. А потом, именно через газету, я попала в фонд культуры и попала к... который возглавлял Никита Сергеевич Михалков. Какие были самые интересные, запоминающиеся случаи работы с Никитой Сергеевичем? Ну, это надо отдельно, это надо прям садиться, наливать и рассказывать. Что бы там ни было, он очень яркий человек, гениальный режиссер. И в тот момент, когда я к нему попала, конечно, я была абсолютно... Мне было все это дико интересно. По факту, он единственный на тот момент был режиссер, имя которого зал в Кане мог назвать вслух и которого знали в лицо. А вы тоже с ним ездили? Ну, не то, чтобы я с ним ездила, но да, у нас было несколько поездок, в том числе и в Кане, когда я помогала все это как-то им разрулить. Да, и это прям было очень все. Очень было интересно. И я никогда не забуду, допустим, вот вы сейчас спросили о каких-то вещах, когда мы вместе смотрели фильм, который в тот момент участвовал в Каннском фестивале. Это был «Карвай. Любовное настроение». И мне было очень прикольно слушать его комментарии и следить за тем, как он смотрит. Потому что, когда большой режиссер смотрит большого режиссера, там вообще есть физиология смотрения. Ты чувствуешь эти вещи, ты слышишь какие-то эмоциональные реакции, которые происходят непосредственно в моменте, в момент просмотра. И вот это я запомнила прям вот. Не, ну когда мы вышли с просмотра, он был такой задумчивый, я спросила, ну что, как? Ну а было по мимике непонятна реакция? Нет, ну как бы было понятно, что это глубоко зашло и как бы мэтр смотрел мэтр. И после этого вы решили интегрироваться из... Нет, ничего я не решила. А потом получилось так, что мне попал в руки сценарий, который принесла, ставшая впоследствии моим партнером Сабина Еремеева. Это был сценарий Саши Велединского, который назывался «Сты, да я, да мы с тобой». Сашу Велединского тогда вообще никто не знал. Хотя он уже был довольно взрослый парень, то есть ему уже так было за 40 в тот момент. И... Ну и в общем, как-то нашлись очень быстрые деньги. Деньги были небольшие, и мы сняли это кино. Вот к вопросу. У нас тогда снялись в этой коротышке Сергей Маковецкий и Владимир Стеклов. Это было по пьесе Пьецуха. Надо сказать, что всё-таки литературная основа была достаточно крепкая. И тоже архетипичная такая история про двух братьев, живущих в... Грубо говоря, станционные смотрители, живущие где-то в глубинке. И как вот, собственно, вот эта классическая история «Два брата» и увлечение женщины, и как это всё происходит, и всё это очень коротко, поскольку это короткий метр. Вот. И опыта у нас было ноль у всех, поэтому у нас там были всякие очень смешные вещи. Там засветка плёнки, деньги кончились, что с этим делать никто не знает. Вот. А поскольку уже именно благодаря тому, что я работала с Никитой Сергеевичем, это всё было подпольно, то есть как бы я не могла... А то есть он не знал, что вы снимаете? Да нет, конечно. Это всё как-то было так, в общем, на задворках. Но... И поскольку я уже была знакома с Жуэлем Шапроном, отборщиком по восточноевропейской... вот этому участку... по восточной Европе кинематографа для Каннского фестиваля, я ему показала это. И какое же было, в общем-то, моё удивление. И вообще, я подумала, что он меня разыгрывает. Когда буквально, ну, совсем уже незадолго до... там, тогдашнего Каннского фестиваля, он мне позвонил и сказал, слушай, а у меня два вопроса. Действительно ли это дебютант? И второй вопрос. Ты успеешь это закончить к Канну? Ну, я на оба вопроса, естественно, тут же сказала да. Я говорю, а почему ты интересуешься дебютантом или нет? Потому что, говорит, ну, вот комиссия, которая посмотрела, там же огромный этот экспертный совет отсматривает. Они говорят, такая зрелая работа, невозможно, чтобы это действительно был первый дебют. Вот. А второе, вообще было непонятно, как это успеть, потому что мы ему показывали... Сколько времени оставалось? Ой, я не помню. Ну, что-то прям там все было жестко, короче. Но как-то мы это все и слепили. Ну и все, и вот так вот мы попали в особый взгляд. Это второй после главного конкурса. Куда, в принципе, короткий метр попал, ну, я сейчас не буду врать, я уже все это забыла, но едва ли там первый, второй, третий раз, а может быть и первый раз. Это когда коротышку берут в конкурс с полнометражными работами. Это, конечно, был скандал, но в хорошем смысле. Вот. И Лединский первый раз поехал за границу. Он вообще никогда до этого не был. Он не знал ни одного слова, ни на каком иностранном языке. Он летел один, потому что мы... Я прилетала позже. А поскольку я франкоговорящая, значит, это все обстояло так. И ему фестиваль, значит, оплачивал, ну, как по райдеру, это всегда так. Три дня в отеле и, соответственно, перелет. По пути следования он подходил. Он звонил и говорил, слушай, я не знаю, что делать вообще, не знаю, где я нахожусь, что такое. Он подходил к любому человеку или к полицейскому, дал трубку, и, значит, вот так. Мы его довели до... С полицейскими. С дворца, да, с полицейскими. И я помню, стоит Саша, вот эта круглая тумба возле поля для меня. И там написано, я говорю, твою мать. А там написано, тот Солонц, Александр Веледийский и Абель Феррара. И он стоит. Вот такая история. А вот если, например, сравнивать с сериалами, ну и вообще, в принципе, вот с вашей личной профессиональной позицией, не было ли у вас желания перейти там от полного и короткого метра к продюсированию сериальной истории? Ну, мы работаем над этим периодически. Есть такие идеи, потому что, естественно, хочется и это попробовать тоже. Но получается так, что с... Как бы идей по фильмам их как бы больше. И как бы это уже существующая ниша. И ты все время загружен фильмами, поэтому история с сериалами ну, есть у нас кое-какие вещи. Мы сейчас... Просто развитием... Мы даже сейчас начали заниматься анимацией. Да, да, да. Нет, хочется все время чего-то нового, потому что, ну, как бы эту чашу я уже выпила, мне кажется, много раз. И хочется, конечно, пробовать чего-то другого. Поэтому и сериалы, и анимация, и всякое разное. А сложно работать с иностранцами? Ну, даже с индусами у вас сейчас будет ближайший. Нет ли у них всегда своего взгляда на кино? Это всегда только обогащает. Про индусов я ничего не знаю. Это моя первая проба пера. До этого я работала с эстонским оператором. У нас были ко-продукции разные. С французами, эстонцами, румынами. Звук там делали румыны, немцы. То есть у меня достаточно большой компонентационный опыт. И это всегда интересно, классно. И я считаю, что это вообще ко-продукция и такая синергия, которая всегда только обогащает и вообще даёт какую-то другую энергию продвижению. То есть всегда чувствуется, что это именно с иностранцем? Мне кажется, что все кинетографисты мира приблизительно разговаривают на одном языке. Вот это самое интересное. То есть там, попав на нас съёмочную площадку в Китае или, не знаю, там в Италии, ты просто видишь, что это в принципе, ну вот мы все, нам не нужен язык. Потому что язык терминологический, да, вот этот специальный, он приблизительно всё это звучит очень понятно и одинаково. Когда человек несёт в себе всё-таки другую культуру, это всегда интересно, и это сообщает другую энергию. Вот это я имела в виду. Я сейчас вот фокусируюсь на Азии и на Индии. Потому что куда-то двигаться надо, а совсем так вот скучно, поэтому вот мы себе ищем такие всякие интересные вещи. Новые направления. Да, и вот этот новый проект, о котором я рассказывала, который снимет режиссёр сказок Гоффмана Тинден Баркалай, будет называться «Джемчуг». И мы будем его делать. У нас там съёмочный блок в Индии просто по истории, и поэтому мы заметчили с ними и запартнёрились. В общем, будем делать копродукции. Это, кстати, будет первая копродукция индийская со времён там, не знаю, Реките Китай, по-моему. А, то есть это фильм России, ну, то есть сюжет российский, про русских, но... Это русский сценарий Юлии Лукшиной. Это российский режиссёр грузинского происхождения Тина Баркалая. Это, как бы, ну, моя компания. Это поддержка Министерства культуры Российской Федерации и копродукция с, соответственно, с их фондом национального кино и индийской кинокомпанией, которая называется «Картина интертеймент». А вот не про умный тогда вопрос ребром. Каково быть женщиной-продюсером? То есть вы давно начали путь продюсирования, и мне кажется, ну, то есть если сейчас начинает появляться больше женщин-продюсеров, то раньше в основном это такая, в основном, можно так сказать, мужская профессия в России. Ну, вы знаете, Россия вообще странное место, где как бы если брать по каким-то внешним признакам, то вроде бы с женским вопросом все в порядке. У нас Валентина Ивановна Матвиенко, Валентина Терешкова. Это я сейчас не даже... У нас губернатор хантамансийская женщина, огромнейшая область, да, у нас вообще много женщин во власти, в управлении и так далее, и тому подобное. Но это только с одной стороны. С другой стороны все равно Россия это страна, победившего патриархата. Абсолютно я в этом убеждена. И как бы успехи отдельных женщин в отдельных направлениях, они не решают проблему в целом, безусловно. и да, от того, что женщина сейчас стала больше в профессии, я имею в виду сейчас продюсирование, легче не стало. Потому что ну... Большие бюджеты, большие фильмы это в основном мужчины-продюсеры. Ну да, у вас были какие-то случаи, когда вы приходите, например, в допустим к какому-то крупному прокатчику предлагаете проект, а он вам не верит, ну не верит в ваши силы, грубо говоря. Потому что вы женщина? Да. Ну и вы это считываете, например, вот бывали такие случаи? Думаю, что таких случаев у меня не было. А в чем вообще проблема заключается обычно в таком гендерном разбросе? Ну, как вам сказать, чтобы никого не обидеть из мужчин? Большие бюджеты это мальчики. Амбициозные вещи, ну как-то так, им так проще. Им так проще. Скорее, были обратные ситуации, когда я могла бы процитировать многих, и это было бы смешно, но не стану, потому что как бы боятся они, они боятся сильных женщин в профессии. Потому что женщина, она все равно мультизадачна, все равно как бы и вот этот вот компонент остаточной женскости в продюсере, он, конечно, сбивает с толку, наверное. Опять же, это связано абсолютно с патриархальным сознанием наших мужчин. Ну, как бы какая разница, женщина ты или мужчина? Ну, вот в этом смысле, да, для меня. Мне лично особо это никогда не причиняло какой-то боли или каких-то неудобств, или каких-то ограничений в профессии, но время от времени, конечно, ты сталкиваешься с подходом, что, ну, вот ты там, ну, ладно, а вот это вот зачем? Это такая большая невыполнимая задача, наверное, она тебе не по плечу. Такое бывает. Вот такое, скажем так, остаточное с них схождение ты иногда испытываешь, но я это воспринимаю исключительно как вызов, и мне совершенно не хотелось бы, чтобы не оценивать. Знаете, вот есть еще такая борьба за права женщин. Вот я бы точно не возглавила в буквальном смысле, потому что, конечно, чтобы тебя, хочется соревноваться по-честному, по-честному, вне гендерных каких-то преимуществ, или вот поскольку мы женщины, вы должны нам дать больше. А какие вообще трудности, ну, то есть, какие самые сложные, наверное, в профессии продюсера есть элементы работы. Ну, это работа с людьми, прежде всего. Это работа 24 на 7, и ты... С одной стороны, я бы это сравнила с тренером по боксу, ну, вот прям, реально, буквально. И это пушинг, это профессиональная деформация, это... Муж мой мне периодически говорит, слушай, ты не на печенке, ты можешь нормально разговаривать. Потому что в какой-то момент, вот включается эта кнопка, и ты начинаешь там ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Три с половиной минут, и... И вы должны мне это дать. И еще момент, что ты, да, ты привык работать на результат, если ты его не получаешь, то есть, ты должен его получить обязательно. А как вообще запичить удачно, чтобы добиться результата? Есть какие-то там три составляющих, которые точно нужно сделать? Мне пересказывать содержание истории, потому что все сваливаются в то, чтобы начать тупо. Вот у тебя есть 5-3-5 минут, и все начинают рассказывать. Она пошла тогда, а Лили ему ответила, а он сказал, нет. А все уже сидят такие, ну, Господи, да уйди ты уже отсюда, не вручек. При этом зачастую на любом питчинге, если мы говорим об официальных каких-то местах, где питчингуют, у всех экспертов, у них есть синопсис перед глазами, не надо. Как говорил Дина де Лауренсис, если вы не готовы пропичить содержание своего фильма в одной фразе, вы не готовы его снимать. Поэтому здесь нужно дать в одной фразе фабулу и как бы выделить это в более укрепленные смысловые вещи, которые там заложены. Не дословно все подробности о ситуативной истории. Не как, а про что. А как – это вторая часть. Но в чем уникальность, важно объяснить, вашего замысла, и чем он отличается от, не знаю, 500 килограммов других таких же фильмов. Если вы сами этого не можете придумать, ну придумайте что-нибудь, это важно, это хук. В питчинге должен быть хук. Можете для примера запичить в сказке Гоффмана? Все зависит от адреса. Это третий момент. Вы должны понимать, кому вы питчете. И зачастую вы должны делать упор на… Вы должны четко понимать, как бы таргет, да, кому вы это рассказываете, что вы хотите получить от этого человека, этой организации, этой студии, я не знаю. Вы должны четко прям вот бить туда, что у них отзовется. То есть кому-то вы будете применительно к истории со сказками Гоффмана рассказывать о том, что это история изломанной женской судьбы, это история жертвы в абьюзивных семейных отношениях, которые преодолевают это все и обретают себя в искусстве. Это я бы питчила на международном кинофестивале или там, где вот все про смысл. Когда мы говорим о том, что нам нужен суперпрокатчик, хотя он уже смотрит готовое кино, ему ничего не надо питчить. Гипотетически, если бы мы жили в каком-то идеальном мире и можно было бы обрести прокатчика и пропичь ему историю с каким-то хорошим финалом до момента съемок, до момента создания готовой картины, то, конечно, тут нужно говорить о том, что это история о мечте, это история о том, что Шанс может быть рядом даже в соседнем гардеробе. И эта история о том, как неуверенная в себе, не очень красивая, думающая, что она некрасивая девушка, благодаря случаю взлетает на вершину пищевой пирамиды и становится, обретает профессию века и становится известной и так далее. И вообще она обретает себя. Здесь нужно очень четко, очень продуманно и, главное, кратко. И вот чем проще фразы, тем доходчивее это все зайдет в голову. А бывают ситуации, когда не только молодые, неопытные, зеленые приходят и не могут связать несколько фраз. Но вот когда уже состоявшиеся режиссеры, допустим, или авторы сценария приходят пичить свой проект куда-то и видно, что они либо очень волнуются, либо там еще что-то происходит. Ну, конечно. Слушайте, ну, публичная история, это вообще не каждому дано. Режиссеры — это все-таки история. Иногда многие из них, в общем-то, интроверты. И, конечно. Поэтому это вопрос тренинга. Я думаю, состоявшимся ребятам уже нечего бояться в том смысле, что они и редко питчат, скажем так, вот совсем вот на открытом пространстве. Наверняка они питчат свои проекты перед продюсерами, но там уже все по-другому происходит. А для начинающих, конечно, вопрос потренироваться с точки зрения не бояться публики, не бояться аудитории. И вообще питчинг надо заучивать. Ну, а смысленно заучивать для того, чтобы не... Ну, это тоже не выглядело таким каким-то тупым стендапом, потому что сейчас появилось, кстати, огромное количество всяких курсов по этим питчингам, по-моему, в московской ролике. Ну, короче, если это все по гугле, все это есть. Выучите, если вы волнуетесь, это первое. Но все-таки думайте, что вы говорите, и не пытайтесь, не превращайтесь в клоуна. Всегда ориентируйтесь. Вы должны видеть глаза того, кому вы это питчете, и понимать, кто этот человек, и что он готов и хочет от вас услышать. Да, возвращаемся к теме фестивалей. Каким образом сейчас попасть на фестиваль? Стоит ли вообще попадать на фестиваль режиссера, молодому автору? И на какой фестиваль стоит ориентироваться, допустим, российского кино или зарубежного, чтобы стать известным и получить признание? Зачастую авторский замысел и тот материал, в котором варится автор, и когда он рассказывает свою историю, так сказать, киноязыком, ему-то кажется, что он говорит вот про это или только про это. И это его версия. Но действительно смыслы и какие-то посылы, которые считываются зрителям, они вообще иногда очень сильно отличаются от того, что закладывал автор. Сейчас сложнее пробиться на международный фестиваль, потому что мы понимаем изменившуюся ситуацию по отношению к России в мире, мы понимаем политику отмены культуры, мы понимаем, что сейчас это все ну как бы холодная культурная война, да. И здесь действительно все стало по-другому. Конечно, нужно посылать на все фестивали, если есть такая возможность, потому что это не бесплатно зачастую. Хорошая новость в том, что если мы говорим о коротком метре, то подавляющее большинство короткометражных международных фестивалей, они предполагают бесплатный сабмишин. А вы смотрите что-то для себя и для души? Ну, не по работе? Конечно. Ну, либо я, ну, как бы я стараюсь смотреть все новое, естественно. Все новое не получается смотреть. Я смотрю сериалы, я смотрю, я смотрю всего Оскара. Ну, стандартно ты должен быть в курсе всего, и поэтому так или иначе ты стараешься это. Иногда бывает такое у меня из смотрения. Я это называю, когда мне надо потупить, ну, потому что когда уже совсем вот мозг в тяжелом состоянии, это прям вот, вот прям, это могут быть даже мультики, это могут быть, не знаю, там, все что угодно. И ты просто сидишь, залипаешь и тын-тын-тын-тын-тын. Ну, вы знаете, как это все происходит. Я думаю, что это происходит у всех вне зависимости от профессии, гендера и вероисповедания. А есть три нелюбимых фильма, вот на которые прям жалко, что потратили время? Мне не жалко, что я потратила на них время, но я никогда их не посмотрю вновь. Такая характеристика подойдет. Да. Я не люблю про несчастье с животными, с детьми, потому что если ты показываешь в кадре инвалида, убийство животного или надругательство над ребенком, ты просто, ну, это под дых. А вот за какими режиссерами сейчас стоит следить вообще в России, которые работают? За появлением, наверное, новых я бы следила, потому что это всегда интересно. А из больших имен Клим Шипенко, Тина Барковая, потому что у нас сейчас будет новый проект, который мы с Инду с вами будем совместно делать. Жор Крыжовников, прекрасный режиссер, и он очень интересно развивается, и вся страна только сейчас успокоилась после слова «пацана». А как вы смотрите на русскую хтонь типа Быкова? Ну, что, Юра хороший режиссер. Фильм «Дурак» я очень люблю. Это вот такое кино, да. Это как раз то кино, которое 100% можно назвать авторским. Я считаю, что любой фильм, он авторский, потому что у него есть автор. Мне кажется, надо расслабиться и просто смотреть кино. Ходите пораньше на завтраки в Каннах и встречайте Тарантино. Всегда смотрите в глаза собеседнику. Возможно, это окажется Квентин Тарантино. Когда-нибудь это точно окажется Тарантино. С вами был Бэкстейдж. Спасибо и всем пока. Пока. Спасибо большое. Было очень интересно с вами. Пока. Субтитры подогнали Симон.